Каролина Рак уже несколько недель штудирует интернет и собирает вещи. Девушку ждут необычные каникулы. За две недели увидеть, быть может, больше городов, чем за всю жизнь. Такая возможность выпадает нечасто. Но сначала этап подготовки – пошив исторического костюма, прохождение медосмотра и сбор документов. «Я бывала в местах Бывослава в Беларуси, и я очень хотела бы побывать в таких местах, только в России. Очень хочу побывать в Ржеве. Там находится памятный мемориал, который был открыт президентом нашей страны и России. Интересно всё. Там очень насыщенная программа». Герои войны – настоящий пример мужества, стойкости и преданности своей стране, убеждена Валерия Окунева. Для девушки поезд памяти не просто познавательная поездка, а ещё один шаг на пути к мечте. Школьница планирует посвятить жизнь защите Родины и считает, что это под силу не только парням. «Я учусь в классе военно-патриотической направленности, и меня очень интересует эта тема. К нам приходили разные курсанты из военной академии, всяких университетов, и заинтересовали меня в этом. Поэтому я тоже хочу поступить». У Захара и Назара Березовских за плечами не один исторический проект. Парни готовы часами любоваться военной атрибутикой, читать справки и рассматривать трофеи. Масштабное путешествие для ребят – дань памяти предкам. Оба прадедушки прошли войну, поэтому братья уверены – в них течёт кровь победителей. «У нас дедушка, получается, он был главнокомандующим 32-й стрелковой дивизии. Он дослужился по окончанию войны до генерала-полковника. Мы очень гордимся, гордимся обоими дедушками. Мы рады, что у нас родители – патриоты. У нас всегда из детства они возили на всякие мемориалы, на памятники. С детьми мы ездили, мы останавливались, фоткались». «Я никогда раньше даже не слышал о таких масштабных проектах и очень хочу там поучаствовать и жду новых впечатлений, новых знакомств, нового опыта. Участвовал в конкурсе «Ты был вручанин» как раз-таки здесь. И я знаю историю военного периода нашей страны. И будет очень интересно послушать историю России». Поезд памяти отправится в путь из Бреста 22 июня, а финишируют 3 июля в Минске. Ребята посетят 14 белорусских и российских городов. На каждой остановке участников ждёт насыщенная программа. Во время путешествия школьники познакомятся с историческими и культурными объектами, узнают больше о событиях Великой Отечественной и пообщаются с ветеранами.